С вами Резмитрий Ророшенко. У нас 29 декабря 2021 года вступил в силу Федеральный закон номер 274, который, соответственно, у нас регламентирует порядок пребывания иностранных граждан, то есть продление срока временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. После 29 декабря 2021 года у нас вносится изменение в статью 5 Федерального закона о правовом положении иностранных граждан. В данном случае у нас есть ряд оснований по близким родственникам, когда мы можем продлить себе сроки пребывания в Российской Федерации. Первый вариант – это когда ваш близкий родственник гражданин ГИАЭС, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Армения заключил официальный трудовой договор на территории Российской Федерации или гражданско-правовой договор, продлил себе на основании данного договора, который внесен в базу официально поданного уведомления от работодателя, это может физлицо, ИП, юрлицо, продлил себе сроки пребывания, например, до года или в рамках указанных договорей. И вы, как член семьи, то есть супруга, дети или родители, если они находятся на иждивении, можете также ходатайствовать о продлении себе сроков пребывания на основании вот этого трудового договора, ГПХ и миграционного учета своего супруга или своего сына, дочери, которые здесь официально трудоустроены из стран ЕС. Но единственное условие, это должно быть подтверждение родственных связей, это должно быть частный въезд по миграционной карте, и вы, въехав сюда, в Российскую Федерацию, должны будете, соответственно, при продлении вот этого срока пребывания своего по миграционной карте, например, на 90 суток вы заехали, то если вы хотите продлить эти 90 суток как член семьи, в данном случае вам придется пройти фотографирование, дактилоскопию и сдать медицину, и по результатам, соответственно, можно будет подать заявление о продлении сроков пребывания, и в данном случае в течение трех рабочих дней принимается решение, продлить вам сроки пребывания до года или по срокам вашего родственника или нет. Это первый вариант. Второй вариант, это когда ваш близкий родственник является гражданином Российской Федерации или иностранным гражданином с видом на жительство. В данном случае вы, являясь членом семьи, например, родителем, супругой, ребенком, в данном случае также можете ходатайствовать о продлении сроков пребывания, в том числе у нас есть бабушки, дедушки, вот эти факторы, внуки. У нас есть эта категория родственных связей, которая даст возможность также продлить себе сроки пребывания до года, причем это можно будет делать многократно, то есть на год, потом еще на год и так далее. И та же самая схема, то есть если вы являетесь иностранным гражданином, который временно пребывает, у вас близкий родственник гражданин РФ, вы здесь законно пребываете, миграционный учет у вас действующий, вы хотите продлить себе сроки свыше 90 суток. У вас частный въезд, подтверждение родственных связей, и далее опять же фотографирование, дактилоскопия, медицина. По результатам продления. Те иностранные граждане, которые здесь находятся по патенту, они себе, естественно, продлевают сроки пребывания на основании ДФЛ, но у нас, к сожалению, не прописано, что можно продлить близкому родственнику, там супругам, детям и так далее. По практике несовершеннолетним детям от региона к региону продлевает. То есть, если у меня есть патент, я его оплачиваю, продлеваю себе миграционный учет, у меня ребенок несовершеннолетний, входит в школу, например, я ему стараюсь продлить миграционный учет на основании своего миграционного учета, который я продлеваю по ДФЛ. Или, например, он не ходит ни в школу, ему 3-4 года и так далее, он находится, пробываясь с моей супругой. То в данном случае я хочу тоже ему поставить его на миграционный учет, то ходатайство здесь решает инспектор, потому что есть проект закона, по которому хотят это регламентировать, но пока в законе это не прописано, так что здесь решается вопрос, исходя из решения инспектора. Вот, в принципе, основные моменты, по которому мы, как близкие родственники, имеем право продлить себе сроки пребывания. Да, у нас есть еще госпрограмма по переселению, там, например, являясь членом семьи, членом участника госпрограммы по переселению, я также могу продлевать себе сроки пребывания на основании действующего свидетельства участника по программе переселения, то есть до 5 лет. Это тоже один из факторов, но он здесь, в принципе, более самостоятельный, как я считаю. То есть, ну, тем не менее, да, тоже есть родственные связи, которые, конечно, дают свою возможность в продлении вот этого срока пребывания до 5 лет по сроку свидетельства участника по программе переселения. Вот, в принципе, все основные изменения. Еще раз подчеркну, что любое управление свыше 90 суток или любая трудовая деятельность на текущий момент, она с 29 декабря сопряжена с фотографированием, ландоктилоскопией и медициной. Только по результатам, соответственно, можно двигаться дальше. Спасибо, что посмотрели данное видео. Успехов вам! Всего доброго!